Привет всем! Сегодня мы разберем работу в Gross Grade на примере фотографий, имеющие ряд дефектов. Первое, что бросается в глаза, это зеленые рефлексы на коже девушки. Оттенки кожи практически сливаются с листвой. Кроме того, фотография переэкспонирована. Первое, что нужно сделать, это как можно точнее разделить оттенки листвы и кожи. Для этого воспользуемся модулем Pie Slicer. Этот модуль содержит в себе круговую диаграмму, на которой можно задавать несколько сегментов. И для каждого сегмента можно задавать изменения цветов. По цветовому оттенку, по насыщенности или по яркостной составляющей. Итак, удалим все сегменты. Поместив мышь над листвой, мы видим с помощью линии, где на диаграмме находятся оттенки. Оттенки кожи находятся чуть выше, но очень близко. А вот здесь находится маленькая область между оттенками листвы и оттенками кожи. Создадим один сегмент так, чтобы его ось приходилась на оттенки листвы. Второй сегмент создадим для оттенков кожи. Третий сегмент будет служить ограничением для области оттенков кожи. Теперь сместим оттенки кожи в сторону более розовых. Готово. Выглядит неплохо. С помощью клавиши Backspace можно сравнить вид до-после. Переименуем текущий слой для наглядности. Если приблизить лицо девушки, то можно заметить неравномерность насыщенности. Чуть более насыщены те участки, где свет падает сверху. Создадим новый слой и загрузим в него модуль Free Target. Данный модуль позволяет изменять цвета, просто кликая по изображению. Нажимаем левой кнопкой мыши на нужный участок и тянем вниз. В данном случае перемещение вниз понижает насыщенность цвета. Немного уменьшим разброс влияния для данного таргета. Теперь немного повысим контраст волос и сделаем их темнее. Выберем другую таргет-группу, она лучше подходит для нейтральных цветов. Теперь создаем в нужных местах новые точки таргеты. Тянем по вертикали с зажатой клавишей Shift для изменения яркости цветов. В данном случае можно понизить коэффициент воздействия данной таргет-группы. Назовем текущий слой Correct Elements. Теперь кожа девушки кажется немного бледной, слабо насыщенной. Попытаемся это исправить на новом слое. Загрузим модуль Component Colorboard. Здесь мы можем повысить насыщенность только для цветов из области оттенков кожи. Сначала выберем режим Contrast, чтобы сильнее воздействовать на самые насыщенные цвета. Немного понизим их насыщенность. Теперь включим режим Gamma, чтобы сильнее воздействовать на слабо насыщенные цвета. Повысим насыщенность для бледных цветов. В результате мы выровняли разброс насыщенности по оттенкам кожи. Однако теперь кожа слишком насыщена, поэтому понизим непрозрачность слоя. Отлично. Назовем данный слой Saturate Skin. Теперь займемся деревьями. Создадим новый слой и загрузим в него модуль Component Curves. На изображении полностью выбиты светлые участки. Попытаемся немного скрыть этот дефект. Посмотрим, какой от этого получился эффект. Сейчас обращаем внимание только на листву. Девушку мы изолируем позже. Можно также попробовать покрасить выбитые цвета в зеленый с помощью поканальных кривых. Видим, что белый цвет превратился в зеленый. Также можно попробовать покрасить ветви в коричневый. Теперь нам нужно изолировать девушку, чтобы данная коррекция действовала только на деревья. Для этого создадим вычисляемую маску слоя. Загрузим в маску специальный модуль Mask from LCH. Данный модуль позволяет отсекать цвета по определенным критериям, например, по оттенку. Исключим из маски все цвета, кроме области зеленых. Ширина полосы регулируется с зажатой клавишей Control. Посмотрим эффект от применения нашей маски. Теперь коррекция слоя распространяется только на область зеленых цветов. Кроме того, дополнительно отсечем цвета с минимальной насыщенностью. Крутизна кривой регулируется с зажатой клавишей Shift. Просматривать содержимое маски можно также прямо на панели просмотра. Также можно включить режим оверлея. Тогда маска будет наложена с использованием выбранного цвета. Цвет оверлея можно задавать произвольно. Посмотрим эффект от воздействия всего слоя. Все хорошо, но видно, что слой воздействует также на волосы девушки. И чтобы изолировать волосы, добавим к слою Smart Mask. Установим тип комбинирования маски Intersect Пересечения. Подберем подходящий диаметр кисти. Для удобства включим просмотр маски в режиме оверлея. Теперь просто начинаем захватывать кистью интересующие нас цвета. Готово! Теперь коррекция слоя воздействует исключительно на деревья. Назовем данный слой Greens & Overbright. Создадим новый слой и загрузим модуль Three-Way Color Volume. Данный модуль позволяет смешивать световые каналы для пересчета яркости цветов. Причем можно воздействовать индивидуально на три диапазона – тени, полутона и света. В тенях мы зададим контраст для зелени. А в светах можно повысить выраженность объема для оттенков кожи. Также можно регулировать баланс между яркостными диапазонами. Посмотрим эффект от данного слоя. Назовем данный слой Volume. На мой взгляд, изображение можно сделать чуть теплее. Создадим еще один слой. Загрузим в него модуль Three-Way Color Wheel. Это инструмент, позволяющий задавать смещение цветов для трех диапазонов яркости. Для средних полутонов немного сместим цвета в сторону теплых оттенков. Можно попробовать сделать листву более холодной, чтобы еще больше изолировать девушку. Назовем текущий слой Warm. Создадим еще один слой и загрузим в него модуль с 3D-LUT. Установим размер сетки побольше. И теперь перетянем область зеленых цветов в сторону более холодных оттенков. Листва получилась слишком холодной. Попробуем изменить способ наложения слоя. Выберем способ максимум коррекции. Данный способ смешивает два слоя так, чтобы сохранились максимально выраженные черты обоих слоев, в отличие от обычного режима смешивания. Назовем слой Cold Greens. Думаю, это все. Посмотрим на результат. Сравним до и после. Наш результат все еще далек от идеала, но мы многое исправили. Возможно, далее имеет смысл поработать над отдельными деталями в Photoshop. Вы можете скачать файл проекта данного видеоурока для загрузки в GrooseGrade на своем компьютере. Ссылка на файл будет в описании к данному ролику. А на сегодня это все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.